Здравствуйте, ребята! С вами образовательный канал «Простоучилка» и я, Елена Владимировна. Сегодня мы разбираемся, что такое склонение. Эта информация подойдет для ребят от второго класса и так далее. Давайте смотреть. В русском языке, как вы знаете, есть очень много слов. И сегодня мы будем говорить о существительных. Это такие слова, которые отвечают на вопрос «Кто или что?». Возьмем любое слово. А теперь я вам покажу, что это слово может изменяться только в шести вариантах. Смотрите, у меня есть кошка, у меня нет кошки. Я даю корм кошке. Я вижу кошку. Я играю с кошкой. И я думаю о кошке. Вот это изменение по окончаниям и называется склонение. Но ведь слов в русском языке, ведь существительных, очень много. И непонятно, по каким общим правилам с ними работать. И тогда много умных людей, всякие там академики, профессора и прочие-прочие учителя собрались в одной комнате и решили разбить все существительные на группы. Таких групп получилось три. Это и есть три склонения. В первое склонение ученые-люди поместили все слова, которые заканчиваются на «а я». И эти существительные должны быть обязательно или мужского, или женского рода. Во второе склонение они сложили все существительные и мужского рода. А мужской род часто заканчивается на согласную. Это я вам просто рассказываю. А еще они положили туда средний род с окончанием на «о» или «е». А в третье склонение эти ученые собрали все слова женского рода, которые заканчиваются на мягкий знак. Если вы видите у слова «мягкий знак» в конце, это значит, что у него нулевое окончание. Так и напишем. Вот так обозначается нулевое окончание. Давайте примеры приведу. Давайте найдем слово, которое заканчивается на «а». Полно. Посуда, кошка, погода и так далее. Давайте мужской род найдем, чтобы на «а» или на «я» заканчивалось. Дядя, дедушка, пожалуйста. Давайте на второе склонение посмотрим. Возьмем любой мужской род. Пес, крот, карандаш, рисунок и так далее. Если у слов нулевое, кстати, тоже окончание мужского рода, то это точно второе склонение. Давайте средний род теперь найдем. Солнце, небо. Ну, достаточно. А третье склонение давайте найдем, чтобы был женский род, а в конце был бы мягкий знак. Очень легко. Радость, цитрадь, мыши, ночь, дочь и так далее. Их очень много. Поэтому, когда вы видите существительное, вы смотрите на то, какое это роды. Это важно. И вы смотрите, какое окончание у вашего существительного. И тогда вы никогда не ошибетесь. А с вами была преподаватель по школьным предметам Елена Владимировна. Ребята, если есть какие-то трудные темы, что-то не понимаете, болели, устали, не поняли, забыли, вы, пожалуйста, мне напишите. Видео все для вас сниму, обязательно выложу. И удачи вам на контрольных экзаменах и ни пуха ни пера.